Лариса Ковалева ГИБДД МВД по городу Кумертал Здравствуйте Доброго дня вам желаю Знаете, я как родитель, наверное, больше всего заинтересована в безопасности своего ребенка То есть получается так, что, ну, пока еще несовершеннолетний, пока еще подросток То есть для меня он все равно ребенок Отправляется куда-либо погулять, скоро в школу отправиться Я всегда переживаю, что бы ни случилось, всегда буду переживать, как он переходит дорогу Правильно он это делает или неправильно Потому что не все взрослые, к сожалению, показывают положительный пример Да и вообще, лето заканчивается, дети, они же отвыкают уже от тех правил, которым их обучают и дома, и в школе по безопасности на дороге Кто-то из лагеря возвращается, кто-то и от бабушек, дедушек из деревни И вот, наверное, будет не лишним еще раз перед школой напомнить те правила, которые нужно соблюдать Обязательно Ну, для начала, наверное, об акции, точнее, акции о безопасности детей, за мое слово Такая акция стартовала, она есть, имеет место быть Да, она стартовала, то есть, по распоряжению начальника УГИБДД по УФЕ, то есть, для Мудинового, эта акция стартовала, то есть, безопасность ребенка, она является главной нашей задачей, то есть, детей первоочередной Также, хочу сказать, что родители и, получается, дедушки, бабушки, то есть, они должны соблюдать безопасность То есть, это общая поселенная задача нас всех Ну, эта акция стартовала с целью для того, чтобы вспомнили родители, что у них имеются дети, потому что у нас рост по республике очень большой Чтобы они следили за своими детьми, которые играют во дворах, либо же находятся в детских каких-то оздоровительных лагерях Потому что рост у нас идет очень большой, у нас в Кумертау зарегистрированный плюс, идет два ДТП, то есть, у нас серьезный рост пошел Ну, я считаю, в основном, это вина родителей Рост именно в летний период произошел или в эту погоду? Да, в летний период, у нас, как мы затрагивали тему вот этих мотоциклов, то есть, скутеров Я не достучался до родителей, до водителей, то есть, также у нас имеются факты управления несовершеннолетними, не имеющие права управлениями на скутеров То есть, у нас даже было ДТП, где несовершеннолетний водитель, скутурист наехал также на несовершеннолетнего ребенка Это произошло у нас в поселке Маячном, то есть, здесь идет однозначно уже вина водителя, так как ребенок даже не достиг еще 16-летнего возраста То есть, здесь была вина только за родителям, потому что они ему доверили данный вид транспорта А вообще, закон по поводу скутеров, что говорит, с какого возраста можно управлять этим транспортным средством и нужно ли правами обладать? Необходимо обладать водительской категорией М1, либо категорией А То есть, ребенок должен достигнуть возраста хотя бы 16 лет То есть, не хотя бы, а получается, в 16-летнем возрасте, я так понимаю, можно уже садиться за данный вид транспорта? Только 16 лет Если ребенок до 16 лет управляет скутером, какая-то ответственность родителей здесь предусмотрена? Да, будут привлечены родители к данной ответственности То есть, здесь мы будем передавать данный материал То есть, административный протокол будут составлять уже органы Опеки? Нет, не опеки У нас здесь будет разбираться ОДН То есть... Отдел по делам несовершеннолетних? Да, совершенно верно Ну и решение они будут выносить То есть, наше дело это отстранить данного водителя Забрать транспорт и уже передать материалы Ну, по последствиям, то есть, органы ОДН То есть, получается, родители наверняка... То есть, я не говорю сейчас про детей, я говорю про родителей Родители наверняка, наверное, не относятся все-таки к данному виду транспорта серьезно У них это какая-то своеобразная игрушка, что ли? Раз они разрешают своему несовершеннолетнему ребенку садиться за тот же самый скутер То есть, соответственно, про него говорим За скутер и отправляться усвоять, простите Ну, я считаю, здесь больше вина детей, которые просят То есть, были случаи, когда дети сами покупали То есть, я даже сам был удивлен, когда мне заявили, что это я сам купил То, ну, вина родители, потому что они не усмотрели, почему он купил, откуда такие средства у ребенка Ну, я считаю, что просто безалаберное отношение, то есть, к детям, к своим же А что ждет родителя? Какое наказание? Там идет наказание штраф родителей Какой штраф? Ну, какой штраф? Озвучьте цифру Там Я вам сейчас точно не могу сказать штраф, потому что это не В зависимости от ситуации? Нет, там в зависимости идет Решение принимает органы дознания, то есть, не ГАИ То есть, сотрудники То есть, вы уже перенаправили, а там дальше уже дело за ним, получается? Да, совершенно верно Ну, вообще, проблема в том, что скутер, он же достаточно недорого стоит Если, тем более, покупать вторичный уже, вторичный товар с рук еще дешевле стоит Поэтому, естественно, как бы дети могут купить, накопить денег Либо же родители, которые достаточно несознательно к этому вопросу подходят Приобретают, потому что стоит недорого Ну, в районе от 5 до 30 тысяч, в зависимости от состояния То есть, необязательно новый, можно и купить бэушный скутер Также, необязательно скутер, это можно и мотоциклы ездить, и мопеды Они, цена у них очень низкая Получается, что цена жизни одного человека, а может быть, в некоторых случаях и нескольких человек Стоит всего от 5 до 30 тысяч рублей Давайте вернемся к случаю, который произошел в Маячном, да, вы сказали? Что там произошло? Как данная история? Там получилось так, что вина родителей и кто водитель мопеда, и ребенка несовершеннолетнего Который выбежал на проезжую часть дороги И те, и другие Да, здесь обоих вина Ну, винить водителей мы не можем, потому что он не знает правила движения То есть, в принципе, это будет вина родителей за то, что его допустили к управлению То, что они не усмотрели, что у ребенка есть скутер Ну, выездом на место ДТП Ребенок хорошо, что сильно не пострадал, то есть отделался, если никакие досадины у него были Но все равно факт остается фактом, потому что скутер, он может развивать скорость и до 100 км в час Если была бы больше чуть скорость, то был бы совсем другой результат ДТП Нет, а почему бы тогда, например, не ограничить покупку такого вида транспорта, как скутер Либо, еще вы говорили, как он там называется еще, вид транспорта, помимо скутера Мопеда Мопеда, да Именно в магазинах, либо где-то еще даже с рук не ограничить Если ребенок несовершеннолетний, значит, у него нет таких прав на приобретение такого вида транспорта Нет, ну, это, конечно, прерогатива законодателя Здесь-то ГИБДД никак не можешь сами взять и ограничить Так бы облегчили своеобразную участь Ну, могут дети попросить взрослого купить Это не избежать этого, надо, чтобы дети сами понимали Чтобы им родители объясняли, что... Чем это чревато Да, какие последствия, то есть не только штрафы, но это, прежде всего, здоровье ребенка То есть при падении, если не будет защитного шлема, то могут быть и печальные последствия Ведь для тех, кто только к нам присоединился, я рассказываю Точнее, не я рассказываю, а Максим Геннадьевич будет рассказывать Об информационной акции о безопасности детей и замолвить слово Данная акция проводится также для водителей Далее мы стараемся предупредить их, что ответственность за перевозку детей еще не отменяли То есть и штраф там идет очень большой, я считаю, 3000 рублей И мы хотим, чтобы водители поняли, что при перевозке детей необходимо соблюдать все необходимые меры То есть это пристегивать его в специальное удерживающее устройство Либо же покупать адаптеры для удержания ребенка в кресле, либо в сидении Далее также акция проводится для молодых мам, которые гуляют со своими детьми в парках Либо же по улицам города, чтобы своих детей держали рядом, никуда не отвлекались Чтобы дети не выбежали нечаянно на дорогу Также, когда дети уходят на улицу гулять, должны всегда за ними присматривать Либо же на улице с ними гулять, либо же просить знакомых, чтобы с ними гуляли Но ни в коем случае одних без присмотра детей не оставлять Как показал у нас горький опыт, это был ДТП 1 июля Когда несовершеннолетний ребенок выбежал на дорогу, неожиданно для водителя И произошло небольшое ДТП То есть ребенок в этом ДТП пострадал Сбили ребенка? Сбили ребенка, да, водитель сам не ожидал Но еще были, конечно, плохие погодные условия, сильный дождь шел Но водитель ни в коем случае не ожидал такого поворота, что ребенок может выбежать Сам же ребенок поясняет, что они хотели якобы построить шалаш на другой стороне дороги И поэтому побежали, брегли правилами дорожного движения, не посмотрели по сторонам Думали успеет перебежать и получилось плачевно, произошло ДТП То есть если бы родители смотрели бы за ребенком, этого ДТП бы не произошло То есть ребенок бы оставался на своем дворе, на своей детской площадке И со двора бы никуда не убегал с другими детьми Да, ну ситуация, конечно, неприятная Вот для этого и существуют акции, когда сотрудники ГИБДД напоминают и детям, и родителям Вот о тех правилах безопасности, которыми пренебрегать ни в коем случае нельзя Будь это и школьное время, когда все в школу пойдут, да, и будь это летнее время Ну так к большому и великому сожалению, когда ты переходишь дорогу Я перехожу дорогу, например, всегда в положенном месте, там, где есть пешеходный переход, светофоры И я наблюдаю такую картину, очень часто встречается Если бы молодая женщина без ребенка пробегала в неположенном месте дорогу одна Это ладно, но она несется, в буквальном смысле, на красный свет со своим малолетним ребенком Несется, видя, что идет встречка То есть какой пример показывает, и плюс для начала подвергает опасности своего ребенка Ну и какой пример показывает Это тоже не есть хорошо, это не единичный случай, конечно, в нашем городе Мы работаем по этому поводу, работаем не только с водителями транспортных средств, но и с пешеходами То есть проводим беседы, встаем на оживленной улице, смотрим за пешеходами Бывают случаи, наказываем пешеходов, если они очень грубо нарушают это, создают аварийные ситуации Также мы проводим беседы с организациями, проводим со всеми учреждениями беседы Я считаю, что это необходимо для того, чтобы и взрослые, хотя они понимают правила, но пренебрегают как правило Так как у нас слишком маленькое движение по городу Кумертал, говорят, что это не Уфа, можно и перебежать То есть вот такие я слышу фразы от пешеходов Также они уходят от темы, сваливают на водителя, смотрите за водителями, почему они не уступают Если есть действительно возможность информационно предостеречь своего ребенка Далее, впоследствии, чтобы действительно ничего с ребенком не произошло плохого, негативного Чтобы быть уверенным в том, что действительно с ребенком ничего не произойдет Нужно пропагандировать тогда информационную политику, так скажем Но что касается водителей, здесь частично, может быть, я с вами не соглашусь Потому что очень часто бывает так, что водитель действительно не уступает дорогу Причем пешеход идет не один, а практически собирается толпа, то есть 5-6 человек в положенном месте Такое, конечно, бывает, это все и от водителя зависит Вот в больших городах, я сейчас договорю, в больших городах такого нет Водитель останавливается и пропускает пешехода, даже если он идет один То есть я иду, раз, я останавливаюсь, а мне говорят, зачем ты останавливаешься, тебя же пропустят А мне страшно, потому что это большой город, это действительно огромная дорога Ты что пропустят? Перебью, вот понимаешь, в Уфе на перекрестках, они достаточно ведь не так близко расположены Вот в Кумертау, выйдите, пожалуйста, посмотрите Через каждые буквально 100 метров есть пешеходный переход Пожалуйста, пешеход, иди по зебре Для тебя специально создали в этом городе такие условия, что ты практически в любом месте можешь перейти дорогу правильно А улицу Бабаевскую вообще можно в улицу Светофорную переименовать Потому что количество светофоров там, ну, предел разумного, конечно, наверное, зашкаливает Ну, видишь ли, наши пешеходы умудряются проходить между зебрами Между одной и второй, я имею в виду Это опять-таки же культура, как и пешеходов, так и культура водителей, которые не пропускают пешеходов Вот ведь и случай в начале лета, по-моему, был, да, на Бабаевска, когда водитель газели пропускает ребенка Это, по-моему, выпускница была А кто-то там летит на автомобиле, не понимая, что там сейчас проходит пешеход и сбивает человека На сколько метров она подлетела, мы эту видеозапись смотрели Мы видео смотрели, да Ну, там, видите, у водителя ссылается на то, что газель остановилась, и у него получилась мертвая зона То есть он не видел этого пешехода То есть якобы говорит, что хотел повернуть, наверное, газелист, и поэтому ехал Там что, там не было, ну, якобы повернуть там поворотник, там же стоит знак пешеходного перехода Но якобы Боремся с водителями, пытаемся, но успехи есть, я считаю, что у нас в городе стало уже меньше ДТП Ну, статистику можете привести нам по ДТП? Ну, хотя бы давайте, может быть, не будем брать полугодие, да, возьмем месяц июнь и сейчас В июне месяце, то есть произошло серьезно одно ДТП, два ДТП, то есть это было вырывки ДТП, где столкнулись машины, выехал на встречную полосу, и лобовое столкновение было, и вот второй ДТП, это был наезд на ребенка Это вот стелес, это стелесные повреждения? Стелесными, да, повреждениями Остальные у нас ДТП, как правило, это просто механические, то есть без пострадавших Ну, об акции, возвращаясь к акции, еще раз родителям напоминаем, что совсем не за горами уже начинается период, когда детей надо будет отправлять в школу, и не всегда получается сопровождать ребенка Пожалуйста, показывайте правильный пример, в любом случае нужно предупреждать ребенка о последствиях, чем это чревато Ну, в общем-то, за безопасность своего ребенка каждый родитель отвечает на все 100% Совершенно верно, ну, у нас август месяц, сейчас начнется подготовка к новому учебному году, я считаю, что сейчас родители начнут выезжать за город в другие города, тот же самый город Оренбург или город Уфу, чтобы прикупить ребенку вещей, учебников и другие необходимые предметы для школы Я хочу предупредить водителей, что попросить даже, чтобы они при перевозке детей соблюдали правила дорожного движения, то есть не выезжали на полустречное движение, пристегивались во время движения, также пристегивали своих детей И нахождение в другом городе при нахождении соблюдали также правила дорожного движения, всегда смотрели где и как ребенок, то есть всегда, чтобы он был в поле зрения, чтобы не получилось неприятной ситуации Ну, акция о профилактическом мероприятии, так скажем, «Внимание, дети!» в принципе практически то же самое, что о безопасности детей за молодостью слова, да? Совершенно верно. То есть у нас началась она уже 17 августа по 11 сентября на территории всей республики. Это профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». То есть там акцент не только на безопасность детей, но и также подготовку учебных заведений. То есть это пешеходные дорожки, как у нас сделаны, также присутствуют ли знаки, также присутствуют ли у нас в гимназии «Фетофор» исправим, не исправим. То есть мы готовим не только детей, но и готовим и также учебные заведения, детские сады и школы. Ну, как-то вот у меня сейчас не вот, а у меня вопросы закончились на данную тему. У меня следующий вопрос – это как раз массовые проверки водителей на состояние опьянения. То есть сейчас и детские кресла смотра, да, то есть, соответственно, дети они имеют? По поводу детских кресел, единственное, я мог бы, конечно, уточнить вопрос. Когда только эти кресла вводили, достаточно сложно было убедить водителей приобретать. Многие упирались в то, что это дорого стоит. Но сейчас, я так понимаю, понимание все-таки найдено. Больше тех, кто с креслами едет, нежели чем у них. Сейчас цена уже меньше стала. Я вот, допустим, заходил в магазин и смотрел цену от 300 рублей до 5000, в зависимости от комплекции ребенка. То есть если ребенок взрослый, то и достаточно простого адаптера, который вставлен в ремень. Ну, я хочу также предупредить водителей, молодых родителей, то есть мам, пап, которые только вот у них родился ребенок. У нас существуют уже автолюльки, специальные люльки, в которых можно от одного месяца и, грубо говоря, пока он не вырастет до кресла. То есть это все свободные продажи, это все есть в наличии. То есть я хочу, чтобы покупали и устанавливали свои транспортные средства. А такие прецеденты были, когда ребенок несовершеннолетний, он едет не в кресле, а пристегнутый? Он пристегнутый, но не в кресле. Были такие прецеденты? Были такие прецеденты, мы смотрим. Но я хочу сказать, я всегда акцентирую на то, чтобы ребенку этот ремень он не перетирал шею, то есть чтобы он правильно. То есть есть дети, которые очень большие, которые не в кресле, не в адаптер. То не спорю, можно и ремнем безопасности. Главное, чтобы соблюдалась сама безопасность. Чтобы ремень не поверх головы, не поверх шеи шел, а нормально по ключице. То есть чтобы при ДТП ребенок себе шею... Не травмировал, да, этим ремнем. Ну, переходим тогда к теме пьянства. Пьянство за рулем. С июля месяца вступили в силу и там поправки новые, которые были... Увеличение штрафа, лишение прав и так далее. Вплоть до наказания лишением свободы. Такие были поправки. Совершенно верно. В нашем городе уже существуют такие прецеденты. У нас два случая, когда попадались водители в нетренном состоянии, будучи лишенные. На данных водителей завелось уголовное дело. Были переданы все материалы следователям. Сейчас проводятся проверки по данным случаям. То есть совершенно верно. Пьяных в нашем городе не так уж и много, но они есть, они ездят. Я хочу обратиться к водителям, что у нас город не Уфа. У нас такси очень много в городе. Хочу, чтобы если где-то гуляют, отдыхают, если употребляют спиртные напитки, чтобы за руль не садились и ни в коем случае не перевозили детей. Были случаи, когда ловили пьяных водителей, которые перевозили еще несовершеннолетних детей. Я хочу, чтобы вызывали, допустим, такси, либо ходили пешком. У нас город не такой большой, можно и пешком пройтись. Что ожидает водителя, который попадается в нетрезвом виде впервые? Впервые? Ну, ему грозит ответственность. Это решает суд. Идет от полтора до двух лет. Это лишение права управления. И штраф 30 тысяч. Уже ведь повторно? Повторно. Если он, будучи лишенный, уже передвигается, то уже будет уголовная статья. Это 264 Уголовный кодекс Российской Федерации. Все серьезно? Ну, там и штрафы достаточно солидные, и наказание там общественной работы есть, и лишение свободы. Ну, вот два вот этих человека, которые, я так понимаю, там еще следствие не окончено. Рано еще сказать, что им там присудили. Посадят их, либо они отделаются большим штрафом. Это вот те люди, про которые сейчас Максим Геннадьевич нам рассказал, которые уже, будучи лишенными прав, управляли транспортным средством после введения поправок в закон. Ну, в любом случае, это отразится на их детях, вот эта уголовная статья. Даже если они останутся на свободе, то есть, ну, дети будут уже... В дальнейшем в госслужбу, потом вообще будет тяжеловато даже устроиться детям, потому что у их ближайших родственников будет уже судимость. Судимость, конечно, не только госслужбы, сейчас и хорошие предприятия уже не берут судимость. Так сказать, проверяют родословную. Совершенно верно. Ну что, мы много сегодня вопросов уже обсудили, и еще кое-что осталось. Да, друзья, вот статистика. За полгода в городе Кумертал выявлено 5390 нарушений правил дорожного движения. Произошло 16 ДТП, в которых пострадало 20 человек. Это, кстати, на 5 дорожно-транспортных происшествий меньше, чем в прошлом году. Но это, опять-таки же, ДТП с жертвами, а есть еще великое множество дорожно-транспортных происшествий, которые, да, просто с механическими повреждениями. Вот сейчас об этом хотелось бы поговорить. Что, как правило, является причиной таких аварий? Ну, причиной является эта невнимательность водителей. И также, мне кажется, культура тоже водителя зависит. Не уступают дороге. Бывают случаи, когда человек торопится и не обращает внимания. Другой человек, я не знаю, может, чтобы его наказать или еще что-то, не уступает, и происходят небольшие ДТП. Но в основном это у нас ДТП, это вот перекресток Бабаевска и Пушкино путепровод. То там вот и в связи с этими множествами светофоров, некоторые водители начинают теряться с этими светофорами, начинают останавливаться резко и происходит ДТП. Но также у нас большое количество это с выездов с прилегающей территории. То есть люди, выезжая, не обращают внимания, не уступают или не обращают внимания. Я вот так ему понять и не можем, в чем причина, и совершают ДТП. Ну, я вот хочу обратиться к водителям. Если даже вы видите, что человек вам не уступает, то лучше пропустить его. То есть пускай он нарушил, но ДТП уже не будет, и машины будут целые. То есть не надо... Да, и время, и нервы сохраните. Конечно, не надо своего рода, вот так вот, и как по передачам некоторым показывают, наказывать водителей за их безответственное поведение на дороге. То есть лучше уступить на моргающий, желтый, то есть зеленый. Так, на моргающий, да, зеленый, в последующем на желтый. Старайтесь не проезжать, потому что у нас были случаи такие, что оба водителя потом твердили, что на зеленый свет сигнал светофора ездит. То есть увидели, что желтый заморгал, то есть остановитесь. Ну, что еще у нас? Город маленький, в основном ДТП, такие происходят у нас. А возраст этих водителей? Возраст разный. Молодые люди обычно или без разницы? Разный, и старые водители, у которых опыта более 30 лет, и молодые водители. То есть, как говорится, от судьбы не убежишь, как они говорят. А больше все-таки кого? Больше молодых. И мы даже не разделяли, то есть у нас сейчас и много девушек за рулем, то есть догоняют статистику. Знаете, я вот не рулевую вообще абсолютно, то есть у меня нет прав, к счастью, к великому, но почему-то очень часто слышу выражения тех, кто за рулем, что если женщина за рулем, это все, это кошмар. Так ли это на самом деле или нет? Я думаю, что женщины-водители есть и очень грамотные. Ну, это уже устаревает просто присказка, по-моему. Не знаю, насчет устаревает или нет, но все-таки есть такое. Ну, в нашем городе тенденция роста водитель, водительница именно она идет, то есть уже мы видим на дорогах, уже большую часть занимают именно девушки за рулем. Ну, по поводу их внимательности, я считаю, что девушка, она будет более-менее аккуратнее при езде, то есть уступает дорогу, то есть всем уступит. Если загорится желтый, то они останавливаются, но у них есть другая невнимательность, они забывают, допустим, ремень пристегнуть, либо же свет фар включить, то есть такие мелкие нарушения. А по поводу управления, я считаю, что они самые более-менее ответственные. На мой взгляд, даже уже тенденция, что они лучше управляют, чем, допустим, мужское население. То есть, ну, ДТП, ДТП, конечно, попадаются и девушки за рулем, не спорю, бывают такие случаи. Ну, ситуации бывают разные. А еще такой вопрос у меня, если я перехожу дорогу по ложному месте, то есть пешеходный переход, и мне должны уступить дорогу, если я перехожу ее, и несется автомобиль, причем со скоростью не 40, не 50, и даже не 60 километров сейчас, то есть это зрительно видно, что я могу сделать? Я могу записать его номер телефона, номер телефона тоже можно записать, номер, соответственно, автомобиля, госномер автомобиля, да, и позвонить куда, в дежурную часть, или куда я могу позвонить и сказать о том, что этот человек на таком автомобиле нарушает правила дорожного движения. Как насчет такой информации? Ну, если у вас такая ситуация произошла, вам необходимо совершенно верно запомнить номер автомашины, позвонить в дежурную часть города Кумертал, либо же на телефон доверить 112, сообщить, что с вами случилось, сообщить свои данные, также оставаться на месте, то есть инспектора ГИБДД приедут, опросят вас, то есть мы по госномеру найдем автомашину, и согласно вашего объяснения, то есть можем привлечь его к ответственности. Ну, все, готовьтесь, Лариса будет мстить. Лариса выходит на дороге. Ну, желательно бы, чтобы это подтверждало, вот, допустим, видео. Ну, а нет, это нереально сделать, ты переходишь дорогу, пока я достану свой телефон, или что, мне не ходить тогда с включенной телефона, с видеокамерой? Нет, будь с утяжником, подходишь к дороге, сразу достаешь телефон, начинаешь снимать, а вдруг? А вдруг получится, да, и там, че-ху, пролетело. Вот новая же инициатива появилась у законодателя, то, что теперь... По дорогам? Нет, то, что теперь водители могут с видеорегистратора скидывать видео, просто я пока не понимаю, как этот механизм будет работать. А, про мусорь. Кто мусорит, да, на дорогах, кто выкидывает окурки, вот, предлагает законодатель таким образом жаловаться. Как это будет выглядеть, как вы думаете? Ну, я думаю, сотрудники тоже не предполагают пока. Я считаю, это будет актуально в нашем городе, потому что у нас мусорят часто, но я считаю, там, мне необходимо, думаю, видео снимать, где нарушают именно, и выкладывать это, либо сообщать. То есть с нарушением также могут быть и пьяные водители, могут быть нарушающие парковку, то есть останавливающиеся под запрещающие знаки. То есть если будут приносить видео, либо же фотоснимки, где будет отчетливо видна машина и суть ее нарушения, то можно это водителя, в принципе, будет и привлечь. — А вообще по поводу гражданской инициативы, насколько водители и пешеходы активны в том плане, что если они замечают того же самого пьяного за рулем, звонят, сообщают, говорят, что вот на таком-то автомобиле, похоже, немножко неадекватный человек ездит. — Звонит, да, получается. Ну, в день, как правило, 6-7, может даже до 10 звонков доходить. — Ну, это много. — Это много, но не всегда случаи подтверждаются. То есть останавливаем автомашины, ищем, и получается, там водители трезвые. То есть там я считаю, что, может, у них было какое-то неприязненное отношение, поэтому сообщил. — То есть личное что-то, да? — Да, я вот считаю, что за неподтвердившие данные, мне кажется, надо тоже привлекать. Ну, потому что это нас отвлекает от работы непосредственно своей. То вот были случаи, когда бабушка просто оклеветала, говорит, я знаю, что он трезвый, но мне надо, чтобы он, это, его оштрафовали. — Просто он со мной не поздоровался сегодня, когда из подъезда ушел. Да, сводить личный счет, конечно, таким способом, это немножко неправильно. — Ну, это неправильно, неправильно. Это отвлекает инспекторов у нас не так много экипажей. То есть у нас экипажи заняты профилактикой, и занимаются ДТП, занимаются сообщениями. — А сколько у нас экипажей в городе? — Два. — Два экипажа. Вот эти два экипажа должны следить за всем городом. — Ну да, если ситуация критическая становится, у нас выезжают еще два экипажа. То есть если, допустим, какое-либо ДТП тяжкое, либо еще что-то произойдет, то у нас четыре экипажа по городу сразу выезжают. — Да. Такова суть реформы и всевозможных оптимизаций. — Роботы, техника, людей все равно никогда не заменят, хоть вы весь город обвешаете камерами. — Камерами, да, и все, что угодно делать. Ну что, у меня вопросы закончились. — Да, спасибо большое, Максим Геннадьевич. Мы вас благодарим за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Это была программа Coffee Break. Для вас работали сегодня Лариса Ковалева и Аньер Кедрасов.